Это следствие тех событий, которые происходили после окончания 44-дневного военного конфликта. Это и отказ от Арцаха, как территории, на которой столетиями проживали армяне. То есть непризнание, 30 лет не признавали, а сейчас вообще даже убрали со всех официальных сайтов, что был такой эксклав, в котором компактно проживали армяне. И происход армяне Степанакерта, я думаю, тоже информация будет убрана. То есть эта слабость позиции, сдача позиций, она приводит к тому, что победившая сторона, она будет дальше провоцировать и добиваться своих целей. Потому что за теми целями, которые преследует Азербайджан, стоят не интересы Азербайджана, а те, кто спонсировал Азербайджан для проведения конфликта. Главной целью конфликта, конечно, является Иран. И вот этот Зенгизурский коридор, вокруг которого сейчас идут пока дипломатические какие-то баталии, но может перерасти в новый военный конфликт. И этот коридор нужен для того, чтобы, если там разместятся базы НАТО, ну, он говорит откровенно, и в Азербайджане, и в Дахачеване, им нужно, как говорится, устойчивое транспортное снабжение между собой, и это все будет угрожать Ирану. Потому что Армения стала некой разменной монетой в этом конфликте, и то, что руководство Армении фактически сдало все позиции, а самое главное, ведь после окончания конфликта, каких-либо реформ в армии, которые предотвратили подобного рода провокации, или учитывали тот опыт, который был, печальный опыт, который был во время 44-го дневной войны, я это не наблюдаю. Упование на то, что западные кураторы, там, французы, американцы помогут Армении, все же понимают, что это просто там лидеры пиарятся этих стран, что бла-бла-бла, они там что-то помогут, но на самом деле никакой конкретной помощи нет. Вот состоялся вот этот обстрел, погибло 4 военнослужащих. Ну, выступит максимум они с каким-либо заявлением погрозят пальчиком, но ничего дальше меняться не будет. Армения опирается сейчас, скажем так, больше на Запад. Вот она еще состоит членом ОДКБ, да, а тут поднять вопрос, что вот, обстреливают уже на территории Армении, то никаких обращений, как всегда, нет. Но при этом, как говорится, на фоне этого руководитель страны пиарится с представителем ЕС, Боррелем, и говорит, что будет налаживать военное сотрудничество. То есть выглядит все как-то вот странно, с одной стороны, непоследовательно, но позиция все равно слабая.